АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я приветствую всех присутствующих, приветствую нашу аудиторию. Спасибо, что пришли. Но прежде хочу всем напомнить, что выходим мы в эфир в траурные дни. Украина в эти дни чтит память погибших в жуткой, ужасной трагедии 75 лет назад в Киеве. Я предлагаю минутой молчания начать сегодняшний эфир и почтить память всех погибших в объеме Рома. Спасибо. Ну что ж, тема первого часа нашего сегодняшней программы уже объявлена, в принципе, мной. Что стоит за презумпцией правоты полицейских? Что это? Нужно это Украине или нет? Справятся ли простые украинцы с этим? Справится ли полиция? Готова ли она к этому? Давайте рассуждать на эту тему. Кто лично готов поддержать, а кто выступает против? Давайте начнем вот с такого мини-опроса. Сергей. Я хочу сказать, что я категорично против того, чтобы в руки Авакову, Гращенко и других представителей этой народной фронтовой шайки давать новые инструменты, чтобы они защищали свою владу. Вообще, очень интересная история. Что происходит? За спиной Авакова есть такой персонаж, как Арсений Яценюк. И сейчас я считаю, что он перетворил фигуру министра внутренних справ, своего политического соратника, в такого цапа «Видбувайла», который сейчас будет объектом нападок из всех и отвечает за всю эту безглузду, абсолютно антинародную политику народного фронта. И, наконец-то, Яценюк, как традиционно, выйдет сухим из воды, а Аваков втечет в эмиграцию куда-то из Виталии. У него там все очень хорошо. Вилла, прислуга, миллиарды. Поэтому я считаю, что наше заведение... А что потом будет делать Яценюк, если мы уже так привлекаемся на эту тему, для чего ему уничтожать рейтинг Аваков? Яценюк, я думаю, планует сохранить народный фронт, взять политично где-то правее, занять нишу свободы. И снова потрапить в Верховную Раду, подолать 5% барьер, подкупом, манипуляцией, бигбордами, проплаченными эфирами. Сергей, хорошо, Сергей, подождите, я тогда уточню. По имеющейся у меня информации, которая стала появляться из властных кабинетов, сейчас идут Арсений Петрович и Яценюк, очень хочет оказаться в одном из судов, в одном из Верховных судов. Речь идет то ли об апелляционном, то ли о хозяйственном, возможно, о конституционном даже. Кто-то может подтвердить из присутствующих эту информацию? Борислав, вы тянете. Я могу закончить. Эта идея была актуальной тогда, когда... Это правда или нет? Это правда. Эта идея актуальной была тогда, Борислав. Ну, достаточно этого ублюдка защищаться. Ну, тогда, понятно, зачем он это делает. Это дает иммунитет на 7 лет, как минимум, да, и неприкосновенность. Но тогда не подтверждаются ваши слова, что Арсений Петрович снова хочет в парламент. Это как один из элементов гарантии. Как один из элементов гарантии. Поэтому наше задание сейчас – давить их катком справедливости, наступать на горло и выкидать из політики цивные гидности. Ну, Сергей, пока хотят давить катком справедливости нас. Хочет это делать большие чиновники МВД. Борислав, ваши отношения к расширению полномочий полицейских? Вы знаете, тот случай, который произошел в Днепре, это же не первый случай. Мы вспоминаем Тернополь, Тернопольщину, где такая же была ситуация, когда неозброенные полицы пошли разговаривать с озброенным человеком. Наслідки – два полицы в домовинах. То есть, не на сегодняшний день правильные действия полицы, неправильные действия приводят к их смерти. Борислав, а вам не кажется, что здесь идет речь о неподготовленности, к сожалению, этих детей, которые погибли до светлой им памяти? Возможно, людей нужно готовить лучше. Есть сегодня провальная полицейская реформа в Украине. Мы набрали на молодых людей, дали им все возможности, зарплату, одежда, оружие, авто, автопы, новые. Что мы имеем на сегодняшний день? Половины уже их нет. По своим моральным, физическим. Погодите, автопы половины. И автопы, и полицейские много уже извольнились, потому что не все витримуют такую работу. Но что происходит дальше? Далее нет никаких занятий, никаких профессиональных действий, из-за того, что учатся и все остальное. Люди просто не знают своих прав и обязанностей. Но у них все есть на сегодняшний день все возможности применять силу. Если есть какое-то неповиновение, если есть, допустим, пороза их жизни. Если мы сегодня будем увеличивать, кому мы отдаем это право? Мы даем снова право людям, которые сегодня не знают своих возможностей, которые не витримуют сегодня даже того, что они имеют. Мы говорим сегодня про то, что они мали право применять дубинки, электрошоки, до них немае их. Только на минулого тижня их начали закуповываться. Это свидетельствует о том, что мы говорим, что деньги мы выделяем, парламент с большим финансированием. Но где эти закупивки? Давайте к вашему выводу все-таки. Я правильно понимаю, что вы говорите, что нужно все-таки заниматься реформой. Неможливо сегодня сбольшивать повиновение непрофессионным действиям полицейских. Юрий Чижмарь, насколько наши политики готовы расширить повиновения полицейских? И насколько к этому готово украинское общество? Я думаю, что в первую очередь мы готовы к тому, что такая особая, как декануидзе, и керевность МВС должна понести ответственность за такую реформу. Потому что, правда, когда на улице злочинности, когда очень много оружияных людей, практически на улице выпущены молодые люди, которые не готовы бороться с этой злочинностью. И те много факторов, где постраждали полицейские, показывают не про то, что они там таки гирши чи кращи. Они просто непрофессионные в этих ситуациях действуют. С другой стороны, давайте, что до расширения повиновений, я буду исключительно против. Вчера мы освобили много судей. За что? За то, что они своими решениями подтвердили, подтвердили, что было на Майданах. Что люди не подкорились, их побили. Я обещаю, а судья немного позже и вам дам слово. Давайте все-таки о полиции. Но мы только с этим поборолися. И сейчас мы снова хотим этот принцип ввести. От чего же хотел тогда Янукович? Сначала подкориться, а дальше разбирайтесь. Мы сначала вас побьем, а дальше будем разбираться. Мы это уже проходили. И на сегодняшний день я не думаю, что общество готово до этого. Инше питание. Однозначно, мы должны передавиться ту реформу, которую проведено, скажу так, непрофессионально и непрофессионалами. Потому что в любом стране человек, который получает оружие и приходит с собственными повновениями на улицу защищать простых граждан, она проводит серьезную 3-4-летнюю школу полиции. И она, соответственно, психологически готова использовать оружие. Она готова стрелять на уражение только в том случае, когда это крайне необходимо. А будь-коли и будь-де. Мы помнимо, когда дитину пристрелили. Почему Аваков не выступал? Я не знаю, че есть смысл далее один одному доказывать, что реформа в таком уровне, люди, которым проводится не я вдалою. Это понятно. И я не буду кидать камень в тот город. Мне, как гражданину, смотреться больно, когда какие-то не совсем освещенные люди, отнимающие полицейские, кипкают с их профессионалами. Валерий, но замалчивать отсутствие реформы еще больше преступления. Я же проаргументую, конечно, потому что не можно за 3 месяца вивчить полицейского, за 6 месяцев следчего, что говорит декана Идзе. Это абсолютно, ну, это даже не хворобливая уява. Это, ну, полная несъединительница. Повернемся до вашего вопроса. Стосовно «підкоряйся, а потом оскаржуй». Ну, хочу обратить внимание, что Арсен Аваков не написал, что он вымагает нормы парламентарев. Он вымагает сообщественного такого принятия. Чего требует руководство МВД? У самого руководства МВД показания менялись в течение недели. Когда это вызвало волну негатива, в конце недели уже начали выкручиваться. Это уже личная практика. Они постоянно изменяют. И мы видим, на жаль, на прикладе своей трагедии. Но я напоминаю всем, что в начале недели шло о законопроекте, который будет списан с американского и подан в парламент. Я бы, как человек, который имеет немного знания в праве, рекомендовал бы, все же таки, выходит из того, что нужно быть. Это набор правил. Не аморф не подчиняется потом оскаржуй, а набор правил. Как правило, дорожнюю руку. Если въезд заборонен, заборонен. Кстати, вот ремарка по поводу того, должен был это быть законопроект по версии МВД или нет. Вот посмотрите пост начала этой недели Арсена Авакова. В пакете законодательных инициатив по обеспечению безопасности, готовящимся к внесению в парламент, МВД будет предлагать парламентарям, имплементировать эту норму в законодательном поле. То, как он выкручивался вчера во время одного из ток-шоу, это уже другой вопрос. Это хибный напрямок. Потребно установить четкий перелик правил, который должен знать громадянин, что он должен делать. Все, что от него и не будет вымогать полицейский, это будет поза законом. И это будет зрозумево. Вот и все. Олег. Олег Осуховский, Свобода. Могу поздравить вас с 25-летием вашей партии. Но об этом говорить мы не будем. АПЛОДИСМЕНТЫ про то, что теперешняя влада хочет полностью узорповать владу и делает то, что делает Янукович Захарченко, делает полицейскую страну. Вы посмотрите, какой большой бюджет великий сейчас Министерство внутренних справ. Чуть, как не бюджет Министерства обороны. Сейчас мы имеем войну с Россией, а бюджет Министерства внутренних справ практически такой же, как бюджет в оборонном секторе. Мы можем говорить, что сейчас уже речь идет о построении полицейского государства. Как вы считаете? Идется сейчас про то, что даже этот закон, если будет принятый, но я надеюсь, что народные депутаты не поддерживают этот закон, он будет разрушаться Конституцией Украины, потому что есть презумпция невинности. То есть, что сейчас хочет АВАКО? Чтобы полицейские имели эту презумпцию невинности, а решту все граждане Украины были винны. Сейчас мы должны делать все для того, и голосовать, и требовать изменения в бюджетах, чтобы оборонный сектор мы увеличили не 2% ВВП, а до 5%. И чтобы наши бойцы на передовом, которые защищают цену собственного жизни украинцев, получали не по несколько тысяч гривен, а минимум по несколько тысяч долларов. Татьяна Острикова, скажите мне, пожалуйста, какое у вас образование? Образование у вас какое? Юридическое. Юридическое. Сколько лет вы на него потратили? Пять лет. А готовы ли вы, ну и, наверное, потом, в общем-то, самоусовершенствовались еще на каких-то курсах, готовы ли вы, как человек, который потратил столько лет на свое образование, дать расширенное полномочие людям, которые потратят на него три месяца? У меня действительно юридическая освета. Я закончила правонарушный факультет Киева-Могилянской академии. До речи, сегодня он святкует 20-летие. И я до вас приехала как раз из святкувания цей событии. Вам сегодня все с праздника приехали. Что до инициативы Вакова. Должен быть веселый эфир, по сути. Что до инициативы Вакова. Первая вещь. Действительно, мы должны, в первую очередь, когда говорим про реформу полиции, говорить о том, что это должно быть 1, 2, 3 лет, и это должно быть не юридическая освета, и не диплом юриста, а это должно быть диплом полицейского. Это первая вещь. Другая вещь. Самопомощь против полицейской державы, но самопомощь выступает за державу, в которой правоохранные органы защищают своих граждан. И пану Авакову хочу сказать, что, ну, до речи, законопроекта нема, поэтому мы сейчас обговорюем просто идеи и какие-то юридические конструкции без заглибления в их детали. Будет законопроект, будем говорить более предметно. Но говорить про презумпцию правомирности и правоти дій полицейских можно только в той стране, где есть праведливый суд, где каждый граждан знает, что он может свои права отстояти потом в суде. Поэтому сначала давайте побудемо праведливый суд, а в годах через 15, пана Авакова, тогда будем говорить про так, как в Штатах, презумпцию правомирности дій полицейских. Александр, ваше отношение к законопроекту? Думаю, что все со мной согласятся, что у нас криминогенная ситуация в стране очень сильно ухудшилась за последние несколько лет. Официально статистика называет 70 с лишним процентов, но по таким тяжелым преступлениям, как убийство, практически в два раза увеличились. На 264 процента увеличились похищения, то есть практически в три раза. То есть ситуация очень плохая, криминогенная, несмотря на все, там красивые реформы, красивую форму девочек, мальчиков и так далее. Причины разные. Причина война, причина обнищания людей, причина того, что нет работы, нет зарплаты. Просто нет. Причина, конечно, и вот такие непридуманные реформы, когда они подготовленные ребята, возможно, красивые, симпатичные, селфи, патриотичные, но неподготовленные выходят. Разные, разные есть причины. Одной большой проблемой является то, что в милицию тоже набрали какое-то количество людей со сложной биографией. Давайте же не забудем, что этот Пугачев, кличка Агами, который убил двух ребят полицейских, еще год назад был сам полицейским. И, наверное, таким людям тоже нельзя давать вот эту презумпцию вечной правоты. Строят ли у нас в стране полицейское государство? Конечно, да. Вы помните, какую огромную реакцию вызвали законы, так называемые диктаторские законы, 16 января 2014 года. Для всех хочу сказать, что все эти законы потом были приняты уже новой властью, либо в той форме, в которой, вот точно в такой же, в которой они были приняты 16 января, либо прямо блоками переписаны в другие законы. Тогда это были злодейские законы, за это надо было всех посадить, а лучше повесить. Сейчас они нормальные. То есть это диктаторские или не диктаторские. Теперь дальше. Идем дальше. Нам предлагается принять, то есть ужесточить еще ситуацию и принять еще более жесткие законы о чрезвычайных правах полиции. Причем полицейских, в том числе, как и этот Гамми, который убил других полицейских. Он год назад, я уже говорил, был полицейским. Я понимаю, что самой большой мечтой... Милицейским он был. Ну, милиционерам, скажу. Это большая разница. Это большая разница. Ну, это правоохранительные органы, это МВД. Я понимаю, что самой большой мечтой многих руководителей сегодняшней власти было бы вообще вернуться к сталинским временам, создать тройки, состоящие из так называемых активистов, которые бы имели право где-нибудь тут за гаражом расстреливать. Могу сказать, что мы же сидим сейчас в студии, а Интер тоже окружен активистом. Ну, про НКВД вы, мне кажется, уже только лишнего хватили. Все-таки, мне кажется, пока идет речь об откате назад к ментам. Ну, вот в любом случае, в любом случае, не должно быть полицейское государство. В любом случае, не должно быть диктатуры. И вот это самое главное. Владимир Пилипенко, вы представитель Украины в Венецианской комиссии. Скажите, пожалуйста, есть ли подобные инициативы все-таки будут доведены до логического конца голосования в парламенте? Как этому Европа может отнестись? Прежде всего, доброго вечера. Я бы хотел, чтобы все, кто нас смотрит, и все, кто говорил про презумпцию права полицейского, ну, понимали, что такое презумпция. Потому что юристы понимают, что это такое. А, на жаль, большинство громадян у нас этого не понимает. И, на жаль, не понимают те, кто про нее говорит. Мы так видим. Презумпция – это предпущение. Предпущение какого-то юридического факта, который есть, пока не доведено, и еще. Чтобы объяснить, что это такое с пролицейскими, давайте посмотрим, что у нас есть в Конституции и в законах. Прежде всего, есть статя 19 Конституции, которая, перефразовывая ее, мы говорим, что органи государственной влады и полицейские обязаны делать лишь то, что прямо предпочено в законе, и ни крок влево, ни крок влево, ни крок влево. Но граждане должны делать все то, что не заборонено прямо законом. Это и есть правовая держава. Что есть в нашем законе, что есть в Конституции, и есть в любом законе про полицию в странах Европы. Все обязаны подкориться законным требованиям полицейского. Все, без винятка, граждане, иноземцы, будь-хто. За это настоя, и в нас, и в Европе, и даже в Российском Союзе настояло за непокору, и за злительство непокору, и за опор, от адміністративной, да, до криминальной ответственности. Теперь, что такое... Дозвольте, я договорю. Дозвольте, я договорю. Я вам не перебиваю. Что такое презумпция правоти полицейского? Это предпущение, что полицейский действует правомирно. Но у нас еще есть статья Конституции, которая говорит, что никто не обязан выполнять преступления и наказы. И в этом как раз криется вся суть того, что если полицейский будет действовать правомирно, законно он требует, незаконно. Мы обязаны подкориться. Вот в этом есть разница. Я не веду простий пример. Давайте не будем ототожнювать лишь полицию с патрульной полицией. Потому что, когда пан Аваков говорит про полицию, он имеет в виду только патрульную полицию. У нас все полицейские называются. И криминальная полиция, и те, кто работает с следствиями, они тоже есть полиция. А если выполнять презумпцию правоти полицейского, например, следствия, он придет к вам и скажет, что я проводу у вас обшук. А вы скажете, извините, у меня и квартира, и прозвище моё не так пишется. А он скажет, сначала подчиняйся, а потом оскаржуй. И так будет делать. Потому что у нас реформа полиции не закончена. Еще такие угрозы могут вести по доброй университете. Алексей. Так, я думаю, что мы занадто багато уваги подделяем заявы полиции, фигуры, рейтинг политический парк, который он представляет, ниже 1%. То есть, если они с этим пойдут на выборы, або в очередной... Это политик, за которым стоит половина коалиции. Алексей. Это политик, за которым в парламенте стоит половина коалиции. Но пока что так званой коалиции. Но когда мы обговорили это в Батьковщине, не было ни одного депутата, который поддерживает эти нормы. И мы видим, что и самопомощь не поддерживает, и Блокопеда Порошенко не поддерживает, и Радикальная партия не поддерживает. Социал-демократичная партия не поддерживает. И ваша не поддерживает партия. Поэтому, что мы обговорим? Мы не обговорим сейчас реформу. Мы не обговорим сейчас певные провалы с реформой. Мы не обговорим, как мы можем это покращать. Потому что, я думаю, что все тут находятся люди, которые верят в этих патронных политических, которые должны не займутись. Алексей, я еще раз повторюсь, эти слова у меня сегодня звучали. Для того, чтобы этого не было, наверное, и нужно это обсуждать. Вы знаете, когда политика делается у Фейсбука, а политики, занимают молldsы и в Генпрокуратуре, и в других органах, которые не должны заниматься там политикой, они должны заниматься профессионенными sprawами. А что эти политики хотят? Больше повноважений, больше повноважений для Генпрокуратур, потому что мы хотим больше справ расследовать, чем другие. Больше повноважений для полициянцев, не реформовальных, потому что у нас есть добра патронная полиция. И мы верим в нее. И мы хотим, чтобы они научились, еще больше могли, потому что до них дает доверие. Но у нас есть люди, которые крышуют и наркотрафик, и проституцию, и очень много чего не реформовано. Игорьский бизнес, например, игорьский бизнес, игорьский бизнес, игорьский бизнес, игорьский бизнес. Само тому, я прошу, давайте говорить про реформу, а не про заяву полиции. Борислав Борисович, вот вы очень много времени уделяете борьбе с нелегальным игорьским бизнесом, да? Ни для кого это не секрет. Новые полномочия полиции, возможно, помогут его искоренить, как вы считаете? Понимаете, я не знаю, почему сейчас, что у них нет повноважений, у них есть повноважения, они могут зачинять. Действительно, сказал наш коллега, что если кто-то чиние опера любому полиции, то это злочинец, и его нужно затримать, и все дальше, все решено. Но я хочу сказать еще одно. Я вижу, что ни одна человек в этой студии не готова отдать свой голос, запропоновав пана министра. Треба тогда обратиться на то, что сказал пан Карпунцов, и я согласен с ним. Треба написать, что должен делать. Борислав, извините, а что мы сейчас делаем не так? Ну, кроме того, что я не держу руки на руле, мы все делаем то же самое. Я хочу сказать, что для этого всего не нужно ничего нового. И презумпция правоти полиции, ну, это что-то, как, знаете, нужно еще что-то добавить, чего не достаточно. Но сейчас коктейль полный, не нужно. И еще я хочу сказать, когда мы говорим, что полиция, 99% украинцев мают на увазе самую патрульную полицию. Ту патрульную полицию, которая сейчас выполняет свои обязательства. Той самый хлопец, который погиб в Днепре, он не мог взять деньги. Мог, не взял. Когда ему представили пистолет, он не выдав свой пистолет. Больше того, он сделал пострел, благодаря которому затримали этого злочинца. Я хочу сказать, что новая патрульная полиция, у нее есть довера, у нее есть повага. Но то, что мы сейчас видим, как сгвалтована переатестация, кто не помнит, Кривое озеро, где убили хлопца, полицейские. Не новая полиция, а самая переатестована. На что я хочу обратить вашу увагу? Что давайте не миксировать. Это разные вещи. Кстати, Хатия Деканаидзе уже анонсировала на понедельник предоставить результаты переатестации. Вы знаете, Алексей, я вважаю, что Хатия Деканаидзе должна ответить за то, что она сделала. Я знаю точно, я спілкувался с грузинами. Вона не проводила реформу в Грузии. Это по-перше. По-друге, то, что она сейчас наговорила, не имеет права никто снимать полиция, не имеет то, дайте все. Взагалі, когда она дает наказы, которые не отвечают ни законности, ни соперечить, ни чему, я думаю, что это та человек, которая должна идти с органов. Кирилл Куликов, но тем не менее, в понедельник будут уже обнародованы данные, результаты переатестации. Как вы относитесь к проведению этого процесса? Вы задаете мне вопрос каждый раз, и я свою позицию все равно не поменяю. Я хочу сказать, что многие... Я был на Майдане, здесь все были, большинство людей было на Майдане. В комиссии, ну не все хорошо, в комиссию включили людей, которые... Хорошо, не все, не важно, но в комиссию включили людей, патологически ненавидящих милицию. И принцип отбора был вопрос, был ты на Майдане или нет. Я считаю, что принцип отбора должен быть профессиональный. А не был или был на Майдане, это не является принципом. Большинство людей просто ненавидело милицию по определенным признакам. Это раз. Второе, насчет Хатико де Канаидзе, к ней я говорю, может быть только одна проблема. Это ее завышенная самооценка. Вот это одна претензия. Как человек, будучи в горах учительницей, могла взвалить на себя реформу полиции в 45-миллионной стране. Это единственная претензия, которая может быть к ней. А вот тем, кто ее назначал, претензии должны быть совершенно другого характера. Это два. Третье, насчет, ну это же оксюмарон. Что такое, как это презумпция правоты. Ну вот есть презумпция невиновности. Что такое презумпция... И как они взаимосвязываются между собой. Это прекрасно, что у нас министр внутренних дел, он у нас в юридической области является новатором. Понимаете? То, что существовало уже 2000 лет с моментов римского права презумпции невиновности, он вел новое. Огромное ему спасибо, конечно. Это очень интересная новелла. Наверное, ее изучат. Но даже в Америке презумпция правоты полицейских, то, что называется, не совсем так она называется, она имеет отношение только к тому, что полицейскими, секунду, полицейскими занимаются, судят, разбирают. Именно полицейские. Люди, которые являются экспертами в вопросах... То есть, если полицейский совершил действия, которые вызывают сомнения, их не отдают обычному суду. Их судят бывшие полицейские, которые вызывают дарение. Я думаю, что даже во время дебатов между кандидатами к президенту Соединенных Штатов Америки этот вопрос подымался. И речь идет сейчас, на сегодняшний день в Америке, об отмене этой нормы, об возможности отмене этой нормы. В Соединенных Штатах Америки эта норма подымается регулярно. Город Фергюсон является тому примером, когда полицейские применяют, извините, свое право чрезмерно. Этих городов Фергюсон один, второй, третий за другим. И в Соединенных Штатах Америки это не лучший пример. Пусть там это вот, группа еврооптимистов берут примеры. При этом у них есть эффективный суд. При этом есть эффективное судопроизводство. А у нас что? В чем суть проблемы? Дуже коротко. Я нещодавно был в Харкове, и мы начали разом со своей командой расследование местных, домашних злочиней Авакова. Что удалось узнать? Я хотел сделать отдельную презентацию и прес-конференцию с этого привода. Мы сейчас расследуем две дела. Первое, бандитское минуло Авакова. И чтобы вы знали, у него даже есть кличка бандитская, Муся, чтобы вы это знали. И это вам почему-то Муся. Ну, будем сейчас изучать материалы. И он фигурует в одном очень резонансном отделе с крадежкой 18 га земли пионерлагерю в городе Харкове. Вы знаете, когда бандит, когда бандит осуществляет Министерство внутренних справ, это, очевидно, вирок для страны и вирок для системы. И это факт. Если вы поедете в Харков и спросите всех тех людей, которые более-менее дотичны до элит харковских, и, собственно, знают там ситуацию, я вам даю 100% гараж и вам это подтвердят. Это первая важливая складова. Другая, еще раз, будь-якие системные изменения в полиции, в законодательстве, в целом Украине не можно проводить без дочасных выборов. Не может руками Народного фронта, в яком 0%, 0% рейтингу, делать такие серьезные изменения в стране. Очевидно, что Аваков сегодня вибудовывает механизм силового захопления влады в стране и для этого озброет подконтрольные органы для себя новыми законами и новыми повноважениями, которые больше, чем я согласен с диктаторскими. Ну громкие заявления, конечно. Виктория Птаршина, за кем слово только экспертам. Я так понимаю, вы тоже отказываетесь поддерживать подобные инициативы. Так, я не поддерживаю данную идею, пана министра. Потому что я хочу напомнить всем, что все государства, принаймні, демократичные, они пытаются строить государство как институцию, именно для того, чтобы защищать права и свободу людей. И в своих конституциях они прописывают, что наивищей ценностью есть права и свободы люди. У нас так же есть такая статья, и я думаю, что пока это будет не только прописано на папере, на рівне Конституции, даже в Украине, а пока мы не будем втёлювать цей принцип в реальное життя, и пока мы не будем относиться до каждого гражданина абсолютно на рівных подставах, не зважаючи від того, чи займає він якусь посаду, чи не займає, сколько там ніяких дискримінацій за будь-якими ознаками проводити. Поки не будет діяти цей принцип найвищої цінності, ні про які презумпції взагалі не може йти дискусія. Ви знаєте, на сегодняшний день у нас справді існує відповідальність, та же самая, яка звучала про опір працівников правоохоронних органів, але це, відповідно, має бути активна дія. Я так розумію, що пан Аваков, говорячи про презумпцію правоти, він хоче сказати, що не тільки активна дія, а там, що ще, бездіяльність, це не важливо абсолютно, що людина буде як себе поводити, але в будь-якому випадку саме людині потрібно буде доказати, що вона діяла якось правомірно. Це абсолютно неправильний категоричний принцип, тому що для того, щоб захистити звичайну людину, потрібно прописувати чіткі правила дії, але не для людини, бо для людей потрібно буде прописувати тільки те, що їй не потрібно робити, те, що вона зобов'язана якраз не робити. А для всіх представників державної влади, в тому числі правоохоронних органів, має бути чіткий принцип і чіткий порядок дій, відповідно до яких вони мають діяти. Наразі у нас є порядок використання спецзасобів, наручників, зброї і так далі. Треба тільки слідкувати за цим, щоб всі правоохоронні органи знали, по-перше, про такі нормативно-правові акти, застосовували їх на практиці, не порушували, а порушників, звісно, притягати до відповідальності. І не забувати, що принцип невідворотності покарання також має бути один єдиний для всіх. Ну, по-перше, посилення повноважень поліції вже є у парламенті. На початку, що вересня подавався, законопроєктів зараз розглядається. Там прописана эта презумпція? Ні, про сумнці, там написано достатньо розмите таке формулювання образа поліцейського, але так, що ти не йдеш по вулиці. Так що, дивіться, там є один законопроєктів, вже є. Так що, давайте не будемо говорити. По-перше, я не пам'ятаю, там ціла група депутатів, подивіться, будь ласка. Я так розумію, от Народного фронту. Ні, там і від БПП, в тому числі, так, я пам'ятаю це. Це, по-перше, тому дуже дивно, мені взагалі ситуація з Дніпром, не хочу нічого говорити. Друге, на жаль, МВС нам головне, що не обіцяє в своїх презумпціях винуватості, я тут іншого не можу назвати, за злочинності. Ніхто ж не обіцяє боротися. Ніхто ж не обіцяє, що вона злочинність паде і так далі. Це, по-перше. По-друге, що стосується того, що ми побачили на відеокамері, як поводився поліцейський стосовно людини, яка реально викликає вже підозру. Вибачте, коли качок на тебе виходить з машини, ти його підпускаєш до себе, ти з ним розмовляєш, підходить до вікна. А чого зуважала, вибачте мене, це прописати заздалегідь в інструкціях? А ну, цього не можу, що залишається. І питання в тому наступне. Почекайте, дайте закінчу. Чому не навчені ці люди? Якщо ти бачиш, ти що це... Трі місяці підготовки. Ні, тут питання наступне. Наскільки якість підготовки, так? Тому що цих гарні хлопців фактично підставили під пулі. Давайте не будемо відкрито говорити про це. Далі, по презумпцію винуватості. Зараз ми бачимо, що як тільки, знаєте, систему характеризує не помилка, а реакція на помилку. Коли була, коли злаштували сафарі у Києві, у лютому, ніхто не поніс відповідальності, коли фактично стріляли. Відмазали людину, хоча це колишній, до речі, міліціонер, який автомайдан ганяв там. А у нас судан, до речі, немає вже. Півроку, що там коється? Що трапилось? Фактично зняли арешт. Що на цьому тижні ми вже почули? Виявляється, в Кримовому озері нічого не відбувалося. Почуйте коментарі радника міністра. Виявляється, в Кримовому озері у нас ні шестеро колишніх перетестованих міліцейських вбили людину, а виявляється, що хтось раптом застосував нетабільну зброю і одна людина. А про те, що він вже був в кайданках, коли його стріляли, ніхто вже не згадує. Тобто вже наступне відмазується. Тобто фактично, знаєте, навіть Янукович не додумався відмазувати міліціонерів, які влаштували в Радіївку. Переписіг недоліка, хто? Зараз відкрита, керівник поліції говорить, що шестеро поліцейських перетестованих фактично вбили людини в Кримовому озері, і вони, виявляється, теж невинні, і він застосовував табільну зброю. Таку поліцію, якщо їй дати додаткове повноваження, це буде просто озброєне ОПГ, яке буде... Вибачте, от я собі уявляю, що було б як з додатковим повноваженням, як це було в Кримовому озері. Та вони закопали половину там родичів. І тільки б ти вийшов... І, до речі, чого Кримове озеро знов піднялося? Тому що люди вийшли бунтувати. Там декілька днів вони бунтували. О зміні тональності заявлений по произошедшому в Кримовому озері, Тарас, а я можу вспомнить другу історію. Извините, знову напомню нашу ситуацію з поджогом служби новостей нашого телеканалу. Не далі, чим вчера Арсен Аваков заявив о тому, що одна з основних версій розслідування, яке якобы проводить МВД, є самоподжог. Ми самі себе сожгли. Ссылається він, наприклад, на те, що ми вовремі не віддали видео з камері наблюдення. Ми його крутим вже в течінні місяця, після того, як пройшов цей поджог, навіть в прямому ефірі. Уже любой зритель його може виучити наизусть. Ссылається він там ще на якісь вещи, але, в общем-то, забуває о тому, що вот цю свою першу версію, що це був самоподжог, він віддав через полчаса в ефірі одного із телеканалів, коли у нас ще здання не потушили. І тоді ж зразу сказав, що ми не видаємо видео з камері наблюдення, коли ще здесь огонь був. І пожарні роботали. Ось вам то, як меніються версії якоби розслідований. Ми, кстати, до сих пор считаємо, що якщо в МВД останеться це розслідовання, то не увидимо ни одного арестованного преступника. І присоединяємося к требованням депутата, щоб СБУ проводило хоча б розслідовання наших событий. Але це ми осознати не будемо. В Днепрі тоже все в склейках. Вот ту, що показали нам видеокадри, там 40 секунд нет, там не 20 секунд нет. Здесь спорний вопрос. Кирилл, я як чоловік, работаючи на телевидні, я понимаю, какое видео, ви говорите, какое видео, комментарий видеоблогера. Я б не був настолько категоричен, все-таки там комментирується видео, которое вже видавалось в телетрансляції. Нет, це видео з камері, которое на тельной камері полицейського. Там був логотип одного з телеканала. По заявлению о поджоге Авакова є одна дуже важна деталь, которую упустили всі журналисты і всі, хто следить за СМІ. Коли українська правда, ну, я думаю, ні у кого немає сомнений по поводу об'єктивності цього іздання, яке фінансується на гранди США. Коли вони заявили, о том, що Аваков придерживається позиції, що це самоподжог, вони прокомментируювали це следующим образом, що це не так, і у них є істочники в СБУ, які підтверджують, що именно Аваков і компанія організували поджог Інтера. Тобто, є нескільки істочників, в тому числі неофіціальних, які підтверджують Аваков, поджог, телеканал Інтер. Олександр, да, а затем Олександр Речмедивов. Уважаємі колеги, уважаємі експерти, я дуже вас прошу, для мене це, в тому числі, лична трагедія, я з Дніпропетровська, не обсуждати действия двох хлопців, які погибли, виконяя свій долг. Вони святі, вони робили все правильно, і вони захищали всіх людей. Це перше. Начався аналіз їх дійствий, тому я дуже вежливо просив би експерта. Це перше. Тепер вторе. Касательно дійствами. Давайте вспомним огромное количество, только найбільше резонансних, не раскрытых преступлений. Убийство Бузины, убийство Шеремета. 50 людей спалили в Одесі. До сих пор никто не говорит. Тоже, кстати, версії, я сама поджой, я говорят. Телеканал Интер. Огромное количество нераскрытых преступлений. Погибшие ребята нацгвардейцы. Титушки в Дніпре, титушки в Дніпре, титушки на 10, титушки в Кирилю. 31 августа 2015 року. Не розповіте про всякий день. Правильно, согласен. Совсем согласен. Совсем согласен. Снайперана Майдань. Титушки в Житомире. Титушки, кто же это такие эти титушки? Давайте же разберемся со всеми этими вопросами. Титушки Пашинского в Одессе. Возле НПЗ. Титушки Пашинского в Житомире. Титушки Пашинского в Житомире. Я вообще договорюю. Когда мы говорим о презумпции правоты полицейских, у меня ощущение, и мы говорим о заимствовании западного опыта, то мы скатываемся в эпоху техасских рейнджеров, когда показывая значок, ты говоришь, закон это я. И вот именно ощущение, что приблизительно вот такого расширения полномочий и хотел бы министр. Я хочу сказать, что... Я, кстати, извините, я перебью, я не могу удержаться. Я вспомнил пост советника Авакова Антона Герасченко, который... Но у меня родилось впечатление, что у нас теперь законопроекты пишут по принципу, посмотрел американский боевик, детектив написал законопроект. Он показывал, что как это все будет работать этот закон на примере кадров одного из американских детективных сериалов. Когда мы говорим о доверии к полицейским и о том, как ведут себя украинцы при столкновении с полицейскими в том числе, тут идет вопрос, что мы сами еще, давайте, их три месяца готовили, а мы еще не привыкли правильно себя вести. Когда в западных странах проводят, допустим, обучение детей с детства, когда дети доверяют полицейским, спасателям больше, чем родителям, вот у них проводили на Западе такие эксперименты. Садили деток и спрашивали, если будет экстренная ситуация, кому ты пойдешь? К родителю или к представителю специализированных органов? То все дети говорили, что они доверят свою жизнь полицейскому, пожарному, представителю медработников. В нашей стране нету такого ощущения. Для того, чтобы мы говорили о том, что мы уже живем и реформа состоялась, должны привыкнуть реагировать наши дети, наши старики. Мы должны правильно себя вести. У меня большое сомнение в том, что наше общество уже готово жить по новым правилам. Разъяснительной работы не ведется. И как полицейские до конца еще не привыкли и не понимают, что они должны делать, так и украинцы до конца не понимают. Когда мы говорим о западных странах, в том числе и в Америке, когда есть правила Миранды, которые знают все на зубок, и которые должно быть всегда... У нас очень много есть наручений неотточенной самой процедуры. И вот это все порождает хаос. Вадим. Хаос прежде всего в головах, потому что презумпция правоты может превратиться в презумпцию беззакония в неправовом обществе. Так уже было, между прочим, когда милиция советская, она фактически была презумпцией беззакония. Так вот, знаете, вот есть такое выражение, история и границы государств пишутся кровью. Иногда и закон, или утверждение закона в обществе тоже пишется кровью. Вот как в данном случае в Днепре. Почему? Полицейские действовали правильно. Они действовали по инструкции. Они не пошли на сговор. Они не пошли на взятку. Они не стали отпускать этого человека, который предлагал им договориться. Другое дело, что это преступник был. И он их застрелил. Они этого не ожидали. Поэтому, понимаете, что такое презумпция правоты полицейского? Он представитель закона. Он представитель закона в правовом обществе. Не беззакония, а закона. Это первое. Второе. Мы все-таки привыкли жить не по закону, а по понятиям, правилам, круговой поруки. Договориться. Так же, что? Вот они же тоже пытались договориться. Не получилось? Взял и пристрелил. Поэтому второе. Надо формировать правовое сознание в обществе тоже. Что да, полицейский, да, это закон. Плохой, но это закон. Иначе по-другому не будет. По-другому не будет. Или опять мы, или опять к ментам, полицейских превратим в ментов. Или все-таки будем идти вперед. Вадим, но при другом министре. Нет, это, я скажу. Это, конечно же, потому что и политики должны подавать пример. Потому что договорники внутренние, сговоры. Это же тоже пример беззакония. А регламент. Подождите, подождите. Закон Авакова может быть принят, когда об этом договорится коалиция. Народный фронт может выставить свои условия. Вы что-то не тоже дадите. Сергей, а может договориться коалиция? Как обычно, это у вас там устроено. Подождите. Мы не договоримся. Вы послушайте. У вас есть свой закон. У вас есть регламент в парламенте. Вы его как? Придерживаетесь этот регламент или нет? Регламент. Это ваш закон в парламенте. Закон вашей деятельности. Я придерживаюсь. Если вы, партнер, ну не вы конкретно, а депутаты, не придерживаются парламент. Надругаетесь, извращаете, насилуете этот регламент. Извращают, насилуют и так далее. Если все действуют, если политики, власть действует в обход закона, то что вы хотите, чтобы люди действовали не в обход закона? Они же берут пример. Они видят, если политики действуют в обход закона, они успешны, они богаты, их любят, их показывают, то почему мы не можем? Наверное, в обход закона это есть путь к успеху. Поэтому вот, к сожалению, законы и история пишутся кровью. Надо сделать выводы из этого. Еще раз. Не бросаться вот этими словами. Презумпция правоты, неправоты. Главное, не допустить, чтобы эта презумпция правоты не превратилась в презумпцию беззакония. Беззакония. Кирилл, одну цифру вы хотели отмечить. Доклад. Только одну, пожалуйста. Прокуратура. Оценка деятельности полиции. За период 8 месяцев 2016 года количество изнасилований увеличилось на 80%. Это ужас. О чем здесь мы вообще говорим? Это закон Савченко, который мы приняли. Мы собираемся и до свидания. Чтобы было выжить. То есть вы не справляетесь с выполнением своих обязанностей. О чем еще можно? Как что мы обсуждаем? Но и все-таки Вадим сказал о том, что законопроекция сможет и проголосовать. Вы можете подтвердить? Нет коалиции, она есть. Предположить. Вот подобный законопроект попадает все-таки в Верховную Раду. Я вам скажу, что очень много уже контрраверсийных законопроектов в Верховной Раде, которые уже сказали, что будут принимать. Та же спецконфискация, мы ее обговорили. И уже сказали, что 20 раз она будет принята. Она не принята. Почему? Потому что все должно быть рационально по закону. А закон должен быть праведливый. В данном случае я четко погоджуюсь с теми думками, что в основе всего должна быть правовая освета. До речи, деньги на это выделяются. Почему она не проводится? Конечно, простейше управлять людьми, которые неосвеченны и бедны. Тогда им нужно установить диктатуру полицейской державы. Валерий, а откройте большой секрет. Вас Народный фронт, БПП, шантажировал несколько месяцев в этом законопроектовой спецконфискации, если не полгода. И все угрожало. И с заблокированными трибунами, что сорвут вам с ессией, доведут до перевыборов. Вы их как успеете? Но все равно еще сидят и голосуют, когда надо как зайки. Вы им что говорите? У вас рейтинг 0, идите на перевыборы? Чем вы им угрожаете в ответ? Ну, в данном случае, это вопрос политических компромиссов. Я вам скажу, по цели спецконфискации... Может, вы на них так сладко смотрите и говорите, у нас рейтинг 20, у вас 0, давайте не выйдете. Мы просто это выповедаем. Кстати, вы правы, Алексей. Ведь это очень похоже на то, что происходило тогда в машине, да? Когда один бандит говорит полицейским, если вы, если ты сейчас меня не отпустишь, я тебя расстреляю. А Народный фронт говорит, если вы сейчас не проголосуете спецконфискацию, мы выйдем из коалиции и разрушим парламент. Такие же бандиты. Такие же бандиты. Олега Суховский, пожалуйста, микрофон. Чисто бандитская философия. Можешь не переживати, Народный фронт не выйдет из коалиции, потому что они в будущий парламент не пройдуть. Але я, власне, боюсь, чтобы народные депутаты, вот сейчас народные депутаты от так званої коалиции, тут распинаются, что они, у них нет коалиции, они распинаются, что они не поддерживают этот закон. Но завтра, например, прийдет Петро Порошенко или какой-то другой руководитель, и просто через колено сломает, потому что мы видим, что сейчас Генеральная прокуратура также доедалась, чтобы этот закон... Олег, тут вопрос в том, заинтересован ли кто-то, кто-то кроме главы МВД в принятии подобного законопроекта. Рик шантажует законов спецкоперекации. Борислав Береза, и мы не ведем на него, а? Спасибо. Мы переживаем, чтобы там не было. Переживают, чтобы вас не сломали. Переживают просто, чтобы вас не сломали. Борислав Береза. Ты думаешь, что мы можем сломать? Мои коллеги, особенно те, которые имеют юридическое образование, знают главенствующий принцип римского права. Дуралекс, седлекс. Закон суров, но это закон. В Украине давно уже закон это вариативность. И фраза заменена на другое. Закон как дышло, куда повернул, туда и вышло. Поэтому, да, я согласен, действительно, нужно воспитывать в людях уважение к закону. Но кроме этого, надо не забывать про еще одну вещь. Полицейских надо готовить не только юридически, психологически. Надо готовить психологически к тому, что против них могут быть оказаны сопротивления, насилие против них. Они должны быть к этому готовы. И тут, конечно же, и тут я могу сказать, что вот как общающий человек, который общался с французской полицией, человек, который общался с израильской полицией, у них есть штабные психологи, которые постоянно мониторят состояние работников полиции. Почему? Потому что полицейские работают постоянно под прессом. Полицейские работают под давлением. И на них лежит максимальная ответственность защищать интересы государства и общества. Ну и пока мы здесь с вами спорили, свое мнение высказывали наши телезрители, которые смотрят черное зеркало и голосуют на сайте подробности UA. Вопрос мы им поставили следующий. Чего не хватает на сегодняшний день нашей полиции? Профессионализма или полномочий? 80%, даже немножко больше, считают, что все-таки профессионализм. А это ответ на многие слова, прозвучавшие здесь, и подтверждение тоже. Это черное зеркало. Мы продолжим ровно через несколько минут. Присоединяйтесь к нам в следующем часе. Это черное зеркало. Мы продолжаем. Спасибо, что дождались. На этой неделе Верховная Рада Украины устроила судебную зачистку. Уводила сразу несколько десятков судей. Для этого собрались даже на внеочередное заседание. Судебная зачистка был первым из тех сложных вопросов, череду которых предстоит рассмотреть в Верховной Раде этой осени. Но даже это внеочередное заседание показало, что коалиции придется собирать голоса по парламенту для решения этих сложных вопросов с протянутой рукой. Первый мой вопрос прозвучит так. Неужели для увольнения судей нужна такая спешка? Нельзя это было провести на очередном заседании, на пленарной неделе? Почему нужно было создавать неочередное заседание? А потому что у нас проблема страны. Ведь многих с отдыха страны. Да, я ввечу ситуацию. У нас гораздо интереснее проблема. Действительно, коалиция... Знаете, если такое плохое выражение, поздно, но уже кое-что сделал под себя. На неделе не смогли, во время, когда была сессия, коалиция не смогла прийти к этому моменту. А потом происходит интересная ситуация. Последний день. На следующий день появляется новый орган, который принимает решение по увольнению судей. Не-не-не. И фактически все наши решения... Мина набывает чинности. Да-да-да. И поэтому нужно было принимать решение. Либо мы успеваем их отправить в отставку, увольняем, либо же все эти бумаги не стоят ни копейки. Именно поэтому было такое решение. Но! Все, кто и шли в зал, и я могу сказать, что я вижу здесь многих людей, которые были в зал, были уверены, что там будут люди. Мы реально были уверены, что зал будет, если не полный, то человек... И будет очень быстро. Что это... Ну, до часу, максимум. Мы не уверены. Мы даже видели видеотрансляцию из Верховной Рады, Борислав, да? Скажу тем, кто не видел, не следил за этим. Сколько человек насчитали? Значит, по факту... Сколько было зарегистрировано, и сколько мы считали? Смотрите, есть очень простой тест, и меня коллеги поддерживают. Нажал ты за, нажал ты против, или воздержался, ты в зале есть точно. Если не голосовал, то в зале тебе немае. Вот уж, коли мы побачили, что первое голосование было меньше, чем 200 голосов, все зрозумели, что где-то что-то не так, это какой-то театр абсурда. И потом первый, 191 голос, нет, нет, взагалі, суммарно, 191 голос, другой, 186, все. Это было какое-то неподобство. Согласны ли вы с теми, я хочу спросить у Сергея Алексеева, как у юриста, как у человека, который занимается судебной реформой, все ли чисто сделала Верховная Рада в плане увольнения судей? Сейчас звучат уже мысли о том, что судьи были все-таки уволены незаконно, не по процедуре. Их не предупреждали, в частности, за три дня, и так далее, и так далее. Некоторые депутаты признавались с Канавкодасу, и мы об этом подробнее немного поговорим далее. Не дала ли Верховная Рада уволенным судьям лазейку для восстановления? Вчера. Давайте спочатку розглянемо питание в целом. Верховная Рада за два роки кеденции 8-го сликаня звільнила близко 1800 судей. Лише на минулому та позаминулому пленарному тижню мы звільнили близко 900 судей. Останних в останний день, скажемо так, повноважень Верховної Ради щодо кадрових питань, які відносяться до суддів, ми звільнили 29 суддів за порушення присяги. Так було декілько разів, там і 19 разів, ми голосували за звільнення суддів. Цим діям надасть оцінку суд. Але щодо процедури, судді були викликані за декілька днів, за два чи три дня. Лише один з суддів прийшов на засідання Верховної Ради і пояснив позицію. Його не звільнили, це був суддя, який раніше працював в Криму, і потім він переїхав до Києва і зараз працює в Києві. Його не звільнили, недостатньо було голосів. Але всіх суддів майдановських звільнили, це було 29 суддів. Взагалі, якщо розглядати всю судову реформу, більшість суддів, більшість суддів, з 1800 суддів, більшість суддів було звільнення за власним бажанням. Чому? Тому що вони не відповідали тим стандартам судової реформи, яка зараз відбувається. Вони розуміли, що вони не зможуть однією із підстави звільнення суддів в Конституції, яка набрала чинності з 30 вересня, а однією із підстави звільнення суддів, до речі. Є те, що суддя не може довести свої статки та видати. Многі кажуть, що за декларацією зараз масовий судовий уходить. Високий рівень піднявся щодо професійних оцінок суддівської діяльності. Будуть незалежні тестування. Судді теж зважили свої шанси на це. І зараз ми формуємо, ви знаєте, що ми до кінця року сформуємо Верховний суд, який буде складатися з 200 суддів. І більше того, ми цей Верховний суд формуємо, це будуть судді працювати 20-25 років. Тому що переважно більшість цих суддів мають вік десь близько 40 років і будуть працювати до 65 років. Ми дали доступ до професії. Людина може бути суддією Верховного суду, маючи 10-річний адвокатський стаж або 10-річний стаж на опору діяльності. Тобто ми повністю віновлюємо судову систему. Це буде початок з Верховного суду і будуть високі стандарти щодо правосуддя. І зараз буде звільнення за власним бажанням, вже Вища Рада правосуддя їх буде звільняти. У нас десь на 50% віновлюється судова система. Ще я хочу сказати, що ці 850 суддів, які Верховна Рада не встигла проголосувати щодо призначення пожиттєво після 5-річного сроку, ми на комітеті попередньо розглядали, тому що була така можливість, що Верховна Рада буде голосувати за це. І десь половину з цих суддів ми планували відхилити. Десь 400 суддів буде приблизно відповідає. Ми зрозуміли, спасибо. Відповідає, що там 340 суддів не прийдуть. Понятно, спасибо. Оппозиційний блок не голосував за увольнення суддів, не голосував по двом причинам. Первая причина юридична. Ну, во-первых, для того, щоб выполнить полностью юридичну процедуру согласно регламенту, цих суддів треба було пригласити за три дня. В неочередна сесія парламента собиралась там за один или за два дня. То есть нарушены, по большому счету, якщо говорити юридичні, їх права. І зараз ці судді підуть в Європейський суд по правам чоловіка і з великою вероятністю долю восстановлются. Споповніть, що вони добропорядочні. Первое, це юридична составляюча їх увольнення. Ми жо струємо правове держава. Второе. Ми всі з вами знаємо, в чому обвиняли цих суддів. Да, там були судді, які нарушили присягу, котрих треба було увольняти однозначно. Але там були і судді, які судділи в своє время активістів, думая, що вони приступники. Це ж потім казало, що вони не приступники, а активісты. А значально вони за приступління судділи приступників. І в нас все-таки не має бути презумпції невиновності в країні. І має бути законоді для всіх. Алексей, я прошу прощання. Знаєте, дьявол-то, він кроється в деталях. А як ж Бог мог голосувати то в Поблок, якщо там сиділо три чоловіка? Там, вони ж действительно навіть не прийшли. Для того, щоб... Конечно, не прийшли. І ми сказали, що ми не прийдем і не будемо голосувати. А потім ушли. В конце савас один чоловік. Ми публічно заявили позицию, що ми голосувати не будем і не будемо голосувати. Зачемо в цьому участвувати нам? В цьому каналі. Ми значально сказали, що ми в цьому не війшли. Ви тільки що обронили без микрофона фразу, що це була постановка, да? В чому постановці? Це було все сплановано наперід, щоб все перенести на останній день до того, коли на наступний день мала вже запрацювати нова конституція. Так, судова. В чому коварність цього плану? Перше. Перше. Ми ще в минулому скликані прийняли закон про відновлення довіри до судової влади, де було 49 суддів, які судили незаконно наших хлопців, дівчат на Майдані, які мали бути звільнені. І не тільки звільнені, а притягнуті до кримінальної відповідальності. Я, до речі, зразу після нашого голосування звернувся вже до генерального прокурора, щоби всіх тих суддів, які вже звільнені, вже недоторканості в них нема. Щоби вони всі були притягнуті до кримінальної відповідальності і реально сиділи за своє злочин. Друге. Що стосується нашого голосування, ми тільки прийняли рішення по 29 суддях. А де ще 20 суддів загубилися? Можливо, прийняли присягу на вірність цієї влади. 270. А де ще 250 суддів, які порушили присягу? Чому вони не розглядалися? Тому що вони прийняли присягу на вірність цій владі і будуть далі фальсифікувати рішення, далі приймати незаконні рішення. І однозначно вони мають бути звільнені. І ми зараз прослідкуємо, щоб ця Вища Рада Юстиції, яка зараз перетворилася в Вища Рада Правосуддя, щоб вони були всі звільнені. Вона не може бути перетворена. Вона вже є перетворена, тому що вона буде працювати до 2019 року. Тому і свободна не голосувала за судову реформу. Я все-таки продовжую вот цю констерологічну тему, яку дуже любить зритель. І хочу услышати мене члена радикальної партиї. Юрий, ваш колега Андрій Лозовой признався, що голосував сразу чотирьмя карточками. Тобто, грубо говоря, напкадавил. Вам не кажется, що радикальна партия этим могла просто дати можливість судьям протестувати це рішення, не більше того? Ну, Лозовий не був, біля мене не сидів, тому що я голосую завжди сам за себе, і тому, я думаю, що коментар ми до нього перенаправимо. Правда, його питали, чого він так коментує, якщо він голосував тільки за себе. Тому не знаю. Але суть в тому, що ми дійсно погоджуємося на те, що це було навмисно зроблено в останній день, хоча ми минулий тиждень могли в п'ятницю проголосувати всі ці рішення. Ми слухали Оксану Сироїд, півтора години її звернення народних депутатів. Для чого ніхто не розуміє. Хоча могли б проголосувати це рішення. Хотіли руками парламенту залишити їх на посадах. І показовим прикладом для цього було що? Що із коаліції так званої нібито 226 голосів в залі було від БПП і фронту змін всього 140 чоловік. А де 80? Якби вони прийшли, було б проголосовано, але навмисне було. Потім, то один виходить, то заходить. Нам в кінці вже то, що Ляшко настоював із трибуни, що Кононенко, вернись. Там, Березенко, вернись. Це ж прямі люди президента. Президент вас закликав проголосувати, а ви втікли з зали. Тобто це говорило про що? Що руками парламенту, БПП і Банкова, скоріше всього, хотіла просто залишити їх на посадах, тому що після введення нової норми, що Вища Рада правосуддя їх звільняє, все це розслідування, яке по ним було, воно є нісенітне цієї тоді. Вони залишаються на посадах. І таким чином здескредитувати парламент. Борислав, був такою планка в БПП? Одну секундочку. Я дуже вдячний Порубію, який не піддався на це, не закрив засідання, хоча кричить хотів це зробити. І ми доголосували, дотиснули цю норму, і всі судді пішли з посаду. Але ви її дотиснули, грає практично на роялі. На роялі грала Банкова. На подавству був, і ви з цими лозунгами йшли на вибори. Банкова, яка рік тримала ці подання, комітет тримав, рік тримав подання. Борислав, а що там у вас з явкою було? І як ви голосували? Лічно я голосував за кожного суддю окремо, особисто, і підтвердив свої, якби, повноваження моїх виборців, які мені надали. А скільки чинно фракції було вчора? З Київ там не було. Всі, хто голосував, вам повторюю. Ваше було-то скільки? Ваше було-то скільки? 148? Дозвольте, я просто скажу. Я би не хотів зараз перетворювати дискусію в політичну дискусію. Тому що звільнення суддів, які приймали рішення проти людей, які були на Майдані, це питання особисто кожного, не з коаліції чи з коаліції, а питання кожного депутата, який обрався після Майдану. Тому сьогодні для мене принципова позиція, щоб дійсно всі відповідали за свої дії особисто, незважаючи в коаліції він, чи не в коаліції. Друге питання. Друге питання. Друге питання. Скажіть, будь ласка. Ну, Борислав, я не витягнула карту. Ще раз повторюю. Голеш, якщо ти зараз будеш маніпулювати і казати, що я витягую, я тебе можу послухати. Я не витягнула, я вибачаю. Я хочу сказати, що вони сиділи. Ні, ні, він сидів недалечі від нас, він не витягнула. Послухайте, я не голосував за перших трьох суддів, які в 12-му році вище рада юстиції намагалися звільнити за маніпуляцію за всіх суддів, які приймали рішення проти Майдана особисто. Повторюю. Я вважаю своє голосування. Давала БПП. І сьогодні звинувачить нам, що ми якусь маніпуляцію робили. Це в загаліше не допустимо. Я дуже коротко відповім. По-перше, блок Петра Порошенко весь час звинуватили, що ми хочемо законсервувати судову систему. Весь час критикували судову реформу. Але, що ми маємо? Вже 1800 суддів звільнено через ту судову реформу. Президент вніс до парламенту зміни до Конституції. Парламент восьмого скликання це більш політичний орган, в якому дуже багато дебатів. І ми не можемо звільняти суддів, призначати. Ми саме президент зміни до Конституції скасував повноваження парламенту і перевів повноваження парламенту до професійного органу, який буде швидко розглядати Вища Рада Правосуддя. Швидко розглядати і швидко звільняти без політичних дебатів. Саме президент це зробив. І саме БПП є локомотивом судової реформи. І зараз ми будемо мати оновлену судову систему, де більш 50% суддів будуть повністю нові судді. Ну, добре, окей. Поки ми бачимо масовий сход суддів і судов. Вікторія, пожалуйста, а затем Татьяна. Давайте, друзі, давайте не зараз змішувати судову реформу, конституційні зміни і всі законопроекти, і закони, які ми голосували. Зі вчорашнім звільненням і вчорашньою процедурою звільнення суддів. Тому що вчорашній день досить чітко показав, що в парламенті є група осіб, які хочуть і далі здійснювати політичний вплив на діяльність суддів. Тому що зараз, мова, вчора подивитися, навколо яких суддів точилося найбільше таке загострення, а це судді з найзаможніших суддів, які розташовані в місті, столиці України, Києві. Зокрема, це апеляційний суд міста Києва, це п'ять суддів з цього суду, звільнили з 20 якоїсь спроби. Ці судді, вони, якраз, переглядали справи проти майданівців, і цинічно закривали очі на порушення і на те, що ознаки насильства по відношенню до майданівців застосовувалися, просто не бачили цього. І на підписанні під копирку пояснення від беркутівців. Там пояснювали, що, я читала рішення Вищої Ради Юстиції, вони пояснювали, що правоохоронні органи спілкуються між собою, вони абзацами тексти можуть запам'ятувати, а чого ні? Ну, тобто, такий цинізм. І друга категорія – це судді першої інстанції, але також суддів, які розташовані в місті Києві. Їх дійсно звільнили, але звільнили реально там з 10, з 15, з 20 якоїсь спроби. А от чому це засідання було винесено і це голосування на вчорашній день? Я би тут запитала би якраз всіх членів профільного нашого комітету, тому що я хочу повідомити, що судді рішення по суддях апеляційного суду міста Києва Вища Рада Юстиції прийняла 31.03.2016 року. Я так розумію, що Валерій може просто продовжити вашу... А перша інстанція... Який проініціював, але отримав те, що ми зараз ведемо дискусії, що БПП і президент. Але питання... Давайте не перебивайте мене. До профільного комітету питання. До апарату Верховного Рада. Є членів профільного комітету. Ну давайте, ну не перебивайте, будь ласка. Значить, 8 місяців ці подання прилежали в парламенті. В парламенті є представників профільному комітеті всіх фракцій і груп. І ніхто не піднімав питання. Всіх влаштовувало, що ці подонки в мантіях, особливо ці з апеляційного суду міста Києва. Тому що я, як один із учасників Центру правового захисту САБУ спротиву, в час революції гідності, особисто був в апеляційному суді. І коли вони плювали нам в обличчя, коли наводили факти кричущі, що людини не було на місці, і забили його, мабуть, вже до півсмерті. А його в лікарні прямо в СІЗО. Таких примерів були десятки і десятки. А чому вони цікаві? Тому що вони дають санкції, вони виносять специфічні рішення, які обмежують права громадян. І, звичайно, в когось був соблазн цих судів мати у себе на короткому гачку. І, звичайно, ці люди вмішувалися в процес. В той же ж процес нерозглядання і в цей же ж процес отакого тяжкого проходження. І цей суб'єктивний фактор не треба відкидати. Але президент тут точно не при чому. Какою буде судебна реформа, що будуть робити суди, для того, щоб остаться... Нет, ми за всім цим будемо ще наблюдає. Я хочу зараз акцентирувати ваше внимание на тому, що вчорашнє голосування, по суті, проводилось вже на грані. Елементарним просто большинством. 226 голосів, які, як ми розуміємо, для достиження цього результату закривалися в глаза на многие нарушения регламента. Впереди у вас непростая осень, і непростой, як хоча б, октябрь. Впереди голосування по пакету законів, які требуються для получення четвертого транша МВН. Впереди голосування по бюджету. Будуть ли тогда голоса? Где їх брати? Давайте остановимося конкретно на каждом пункте. Ми можемо обсуждать глобально, выстоїть ли коалиція до зимы, не развалиться, или можемо обсуждать судьбу каждого отдельного законопроекта. Мне ближе второй путь, потому що зрителям тогда буде хотя бы понять, чого ожидати от власти, чого нет. Давайте начнем с пенсионной реформы. Это, наверное, один из самых краеугольных камней, самых сложных вопросов, которые требует МВФ для выделения очередного транша. Нет, нет, Алексей, вы немножко путаете. Пенсионная реформа? Я объясню ситуацию. Не самый сложный вопрос? Нет, вы путаете о том, что пенсионная реформа будет внесена в сенсионный зал. Не будет ее внесена. В этом году пенсионная реформа не будет. До конца этого года вы должны принять законопроекты, которые входят в пакет пенсионной реформы. Еще раз вам говорю. Речь идет о повышении пенсионного возраста, об отмене спецпенсий, об отмене... Алексей, я, конечно, извиняюсь, что из нас двух суток депутат я. Я знаю точно, что это будет. Мне кажется, что иногда я больше слежу за работой депутатов. Знаю, что нужно делать, чем сами депутаты. Вы получаете информацию с другими депутатами. Алексей, я могу вам гарантировать, что на сегодняшний день в зале нет голосов как за презумпцию правоты полицейского, так и за увеличение пенсионного возраста. Вывод следующий не будет транша. Алексей. Еще одна вещь. Я один со своим коллегой Бориславом мы плутаем две речи. Умовы на надание... Уже, как мы транш отримали, там нет этих умов. И умовы на четвертый... Давайте так, чтобы зрители не путались с пенсионным возрастом. Вы повысите до конца года или нет? Фракция Батьковщина никогда в жизни за это голосовать не будет, как и за продолжение и за запечаткувание рынка земли, то что. Но я хочу повернуться до первой части нашей передачи. Буквально 10 секунд, две цифры, потому что мы... Если только две... Две цифры, да. У нас, в сравнении с прошлым годом, на 25% стало больше правопорушений. Выкриваемость этих правопорушений изменилась на 17%, а количество крадежек, например, взросла на 38%, на 40% грабежи, на 80% сфальтования. Это подтверждает, что дело швах, но мы тоже все дели, да. Это подтверждает, что дело швах, но мы тоже все дели, да. Борислав, вопрос к вам кочилу коалиции. Будет ли коалиция голосовать как зайка, используя терминологию Алексея за пакет, необходимый для получения следующего транша МВФ? Я думаю, для нас найважливейшим заданием є прийняття бюджету 2016-го року. За это мы будем шукать голоси. И я радый тому, что первый в истории Украины мы имеем бюджет, который мы сегодня обговорим каждого дня в бюджетном комитете. Борислав, это прекрасно, но я вас спрашивал о следующем транше, четвертом, напоминаю. Я повторю, сегодня мовы про четвертий транш не идут. И сегодня нет потреб, сегодня ее обговорят. Можно я? Речь не идет о получении четвертого транша. Нет, не идет. Він можливый, но по-моему не стоит. Давайте говорим, что все, что мы должны сделать, это четвертий транш. Это не умовы надания четвертого траншу. Это не выполненные обязанности украинской влады по третьему траншу. Потому что нам этот третий транш не за то, что мы что-то сделали, а авансом, проавансовали, поставили вимоги. Если мы говорим о том, что касается пенсионной реформы, действительно в меморандуме не поместится положение о подняте пенсионного века. Инша вещь, что там есть, это кодификация пенсионного законодательства, чтобы все пенсионные законы и по военно-вторых, и по правоохранениях, и по судьях, и так далее, были в одном законодательном акте. И это скасование пельговых пенсий. Это действительно есть. Давайте не манипулировать. Что до голосов... Украинцам не грозит работать до 70. В этом году нет. Что до голосов... Спокойно до Нового года, дорогие телесные. Что до голосов, все ж таки я хочу повернутися до теми суддів, потому что ваше питание про те, чьи сможешь они оскаржить, воно залишилось без ответственности. Самопомощи не было внутрішньої дискуссии, чи варто было голосовать за этих суддей. Однозначно, треба было голосовать за их звольнение, потому что это суддей, которые порушили присягу. Если мы сейчас посмотрим, кто это, это суддей, которые арештовали майданевцев, это суддя Волкова, которая выпустила садовника командира Беркута, это суддя полиционного суду, которые были политично-залежными от старого режима, а сейчас были политично-залежными от чинной влады. И именно поэтому их не хотели звольняти. Как просто политично-залежных рабов. Поэтому, безумовно, их нужно было звольняти. А на вопрос, если они смогут оскаржить, а хай эти суддя рискнуть довести, что они доброчесными, добропорядными, что они выносили правосудные решения, что накладывая арешт на людей, которые стекали кровью, и отправляющих их в Лукьяне в СССР, они не дороживали законы. Спасибо, Сергей. 11 я был уволен случайно. Это, кстати, мои коллеги подтвердят. Это случайно произошла очень большая радость. Татьков. Знаменитый Татьков, который должен... Ты помнишь, я кричала, что забыли Татькова. И Татькова так и внесли. И в этот момент произошло чудо. В зале нашлось 226 голосов. Народ в это не поверил. Потому что Татькова и Емельянова из высшего хозяйственного суда мы не могли выгодить. Портнов до сверху, тим, крышеватый. Мы не могли. Даже нового голоса находит. Сергей. И поэтому сейчас, убрав Татькова из высшего хозяйственного суда, мы наконец-то впервые начали очистку судебной системы от всех тех... Ольга Бориславовна, боюсь сам еще чистить и чистить. Сергей, ну все-таки. А жизнеспособности этой коалиции? 226 вчерашние. Это были натужные, 226, но честные? Или все-таки эффективные? Я могу сказать только следующее. Федерация профсоюзов Украины очень внимательно мониторит информационное пространство. И мы видим несколько достаточно серьезных фундаментальных информационных кампаний к подготовке нашего государства, нашего народа к, во-первых, повышению пенсионного возраста, вбрасывается информация о том, что он выше в отдельных странах мира, и это нормально. Второе. Либерализация рынка земли, разрешение торговли землей, вбрасывается всевозможная информация о том, что цена на землю в отдельных странах по истечению там некоторого времени растет, ну и других пожеланий Международного валютного фонда. Попросту говоря, украинский народ готовят к тому, что парламент проголосует эти драконовские изменения. Но сегодня утром мы провели президиум Федерации профсоюзов Украины, и было принято, на мой взгляд, два очень важных решения. Первое решение, это о представлении статуса Сергею Каплину, вашему покорному слуге, представителем Федерации, Федерации профсоюзов Украины в парламенте, а это 8 миллионов человек, 43 отраслевых организации. Решение такое было принято практически единогласно. Сергей, мы вас с этим поздравляем, уже пора заканчивать свой спич. Вторая составляющая, важная составляющая. И тут я бы хотел, чтобы сейчас все присутствующие здесь и те, кто нас смотрит, обратили на это внимание и подготовились к огромной, масштабной, самой большой за всю историю нашей страны акции протеста, которую мы готовим. Она будет 20 октября возле Верховного Совета и Кабмина. Это будет сотни тысяч людей. И я уверяю вас, сделаю все абсолютно, чтобы мы показали, что существует многотысячная армия людей, которые готовы отстаивать, во-первых, свои трудовые права, во-вторых, остановить правительство и международный валютный фонд и не дать повысить пенсионный возраст, начать торговлю нашей землей и заставить народ, и заставить правительство победить зарплаты и пенсии. Возможно собрать сотни тысяч, Сергей, вам в ближайшее время и не удастся. Но если учитывать информацию, что Украина все-таки получила один миллиард долларов госгарантии от США, выпустила под эти гарантии еврооблигации, в общем, планирует зачислить эти деньги в госбюджет, об этом сказал министр финансов, для поддержания социальных стандартов страны. У меня возникает другой вопрос. А насколько логично проедать, грубо говоря, подобные транши, подобные деньги? Вадим, прокомментируйте. Логично? Нет, ну это логично. Потому что никто же не хочет ничего делать. Никто же не хочет ничего принимать. Потому что все хотят защищать. Так, людей конкретно их надо защищать. Но надо же думать о будущем. Потому что что о будущем? Мы стареющая страна. У нас демография европейская, экономика африканская. Как выйти из этой ловушки бедности? Вот ситуация же такая. В Европе стареющее население, но там миграция идет. И во-вторых, экономика сильная. А как поднять ее, эту экономику, когда нет трудовых ресурсов, когда она стареет? Я еще раз говорю. Ну, проеденный миллиард эту экономику точно не поднимет. Думайтесь в эту ловушку, в которой оказались мы, кстати говоря, и Российская Федерация. Население стареет, демография европейская, а экономика африканская, сырьевая. Вот же еще проблема. Надо же думать об этом. Поэтому первое, это вот, поэтому надо принимать решение. Второе, второе, политики, у них двойная функция. Они с одной политики и защитники, а с другой стороны, они государственные деятели. Они должны думать не только о своем электорате сегодня, а что будет государством дальше, через 5 лет, через 10 лет. Так вот, защитников у нас много, а государственных деятелей, которые думают о стратегии, вообще нет. Никого нет. Как это нет? Они, Сергей, подожди, нету. Я скажу нету, потому что вы не думайте, по Донбассу что делать, вас устраивать, все, что там происходит. Ну, не вылично. Ну, мы думаем. А это территория, территориальная целостность. Что у тебя за манер? Послушайте, государство целого. Вы не хотите принимать решения. Ну, как это не думаем? А вы не хотите принимать решения. Ну, как это не думаем? Как это не хотите принимать? Вот этот миллиард, полученных от госгарантий США, все-таки на сегодняшний день его лучше проесть или для него пропить? Ну, это кому как нравится. Все-таки у страны на сегодняшний день будем откровенно не хватать денег на поддержание состандарта. Возможно, и нужно было бы дать людям. Как вы считаете? Давайте, когда мы говорим, и представители коалиции хвалят, что внесен проект в бюджет, это, конечно, очень прекрасно, но мы с действующим бюджетом не справляемся. У нас этот бюджетка этого года под большим вопросом. Он реально не выполняется, он грозит ему секвестор. Очень много моментов, которые конкретно по этому бюджету, не говоря еще на следующий год, мы еще тут не закрыли. Давайте посмотрим в другой момент, когда идет речь о том, есть голоса или нет голосов. Почти уже никто не скрывает, что там не голоса, а коалиции. Там просто, лишь бы просто хоть что-то нашкрепсти. И это не то, что ширко, это просто кто смог проголосовать, тот и молодец. Это совершенно ситуативное голосование. О чем это говорит? Скоро будет дома и танционкой голосовать. Что первое, первое, о чем это говорит? Что действующая власть не умеет совершенно договариваться. То есть они не договариваются по-хорошему. Они стращают своих оппонентов всяческими судебными, разбирательствами, гонениями, информационными, да только здесь, вот в этом вот зале конкретно сидят люди, которые не дадут соврать, что независимо от представителей какой фракции это идут, информационные войны друг против друга. Это касается и Батькищины, оппозиционного блока, других совершенно, там, самопомощей, на которых выливаются ушатые грязи, по-своему, для того, чтобы держать их вот на этом крючке, на этом крючке, чтобы они, в зависимости от ситуации, помогли голосами, да, то есть, если не получается пряник, то реально кнуток. И этот кнут, он ничем хорошим не вернется. Где конкретно представители действующей коалиции собираются находить голоса? Не только под бюджет, не только под социалку. Ребята, у нас политическая, у нас политический все равно аспект Минска зависает, который все равно рано или поздно станет. И нужно будет искать голоса. А тогда за поддержкой не к оппозиционному блоку побегут, а к другим. И чем же тогда все закончится, когда нужно будет идти голосам, то есть идти с протянутой рукой, а голосов нет, ответит Тарас. По ситуации. Что до миллиарда и стосунки с МВФ. Меморандума с МВФ мы так-то еще не побачили. Так говорит, что доси-доси-доси доши-ши на переклад с английской умовы. Он все парафуется. Ну, он все парафуется. Парафуется. Ну, я цікаво, почему гроши тогда? Почему мы про гроши беремо? Это по-перше. По-друге, что касается пенсионного века и так далее. Вместо того, чтобы пенсионный век поднимать, проведите, пожалуйста, аудит пенсионного фонда. Почему у нас 40 тысяч людей працюют? Какая у нас взагалі витрата? Почему у нас найкращие споруды у местах в областном подпорядкувании, как раз пенсионного фонда, так? Чому он банкрот? Ревизию, вот что, до речи, вимагаем Международный фонд, нарештой провести ревизию виплат. А куди ж гроши идуть? Как они, до чего не мать? У нас не має реестру. Мы ничего, тобто, видатковая частина у нас навіть не порахована. Красти меньше требует, и тогда не потребуется. Полностью, мы, я тут полностью погоджусь с тем, что Вадим Кирасов сказал, нам нужно запускать экономику. Сейчас наши державные витрати на уровне того, что нам говорят в Европе. Там где-то 50-45% ВОП, они фактически перерозподіляют через держбюджет. Но они могут себе позволить, потому что у них экономика сильная, потому что они накопичили богатство под час экономического бума, который был в 60-70-х раках. А у них тогда витрати через ВВП было 30% не было такого социального захиста. И так далее. Поэтому мы должны понимать, что для того, чтобы запускать экономику, чтобы не брать позики, нам нужно скорочевать державные витрати. И это не заниматься тем, что мы дамо больше. Не дамо больше. У нас нет денег. Цей миллиард уже нет чем отдавать. Чем мы собираетесь отдавать? Владимир вы попросили слово перед дамо Дури Марко и Владимир Галипенко. А затем Александр Билков. Драйверы роста. Внешних инвестиций платежеспособный спрос. Внешних инвестиций нет, платежеспособный спрос падает, потому что зарплаты падают, реальные доходы падают. Вот тут биг экономического роста. Что делать? Спасибо за разъяснение. Владимир. Вы знаете, пока вы все спешите за тот миллиард, люди, которые смотрятся, они понимают, что до людей он не дойдет. И это все ясно, потому что и последний миллиард был поделен между теми, кто его поделил. Владимир, я же не придумал, министр финансов, чтобы поддержать людей, в том числе и от увеличения тарифов. Тогда вообще никому в этой стране верите. Кто будет верить, что этот миллиард дойдет до людей. Но все-таки скасовав, признав таким, что втратил в чинении закон Савченко. Поверьте мне, когда принимался этот закон, только лечение и лечение особи, я в том числе не смел сказать, что будут жахливые наслідки. Никто не верил, никто не слушал. Сегодня мы имеем 22 убитых людей. 22 гражданина Украины стражали от того, что их убили, а декого сгвалтовали тех, кто вышел по закону Савченко. Генеральный прокурор просит отменить, он небезопасный. Министр Аваков просит отменить, он небезопасный. Люди все просят защитить их, не боятся по улицам ходить. Приймите решение, которым скосуйте этот закон на решки. А вы миллиарды делите, пока людей убивают. Понятно. Александр Вилков, 34 тысяч людей. Уважаемые коллеги, давайте скажем откровенно, что все люди понимали, что парламент уже давным-давно работает без повестки дня. Вообще без повестки дня спонтанно из рукава достает спикер законопроекты, которые необходимо рассматривать, ставит впереди, ставит сзади. То есть нет никакой повестки дня и нет никакого нормального плана работы парламента. Этот парламент в основном занимается вопросами связанными с пиаром. С пиаром для того, чтобы отвлекать людей от того, что уже нищета, что уже есть нечего, от беспредела, который в стране. Пиаром. Пиаром на вопросах, с войной. Пиаром, связанным на вопросах с преследованием своих политических оппонентов. И если бы не это, то все было бы гораздо уже по-другому. Оппозиционный блок внес конкретный пакет законопроектов и предложил план мирного урегулирования. Четкий план. Оппозиционный блок внес пакет законопроектов по новой индустриализации для того, чтобы были рабочие места, была работа, была заработная плата. Мы презентуем наш вариант бюджета, закон о бюджете на следующий год, в котором за счет нормальной работы экономики и стимулирования отраслей увеличивается на 80 миллиардов доходная часть бюджета. Мы предлагаем в два раза снизить тарифы на газ и на тепло. Цифры 6898 до 3450 это на газ и в два раза снижение на тепло. Мы предлагаем индексацию заработных плат и пенсий не на 10%, которые просто нищенские, люди станут жить хуже, а на 50%. Вот это тот вариант бюджета, который мы предлагаем вносить. И будем призывать всех коллег поддержать нас и здравоохранения. Борислав, да, даю вам слово, но отвечаете вы на мой вопрос. И относительно планов в парламенте выполняются они или нет, и относительно бюджета. Только давайте поговорим о бюджете 2016. Изменений, в котором мы ждем с января месяца. Напоминаю вам. Будет ли он выполнен в этом году и в первую очередь в вопросе выполнения выполнения социальных стандартов. Хватает ли у вас денег на сегодняшний день для выплаты компенсаций по тарифам? Вы знаете, у депутатов Верховной Раде не вистачает, мабуть, коштей. Я за вас очень рад. Да, уряда сьогодні всі є можливості для того, чтобы выполнить бюджет. И вчера у меня тоже была разговор с министром финансов, который подтвердил, что действительно тяжко, но вправляются. Питание в другом. У нас есть повышение не только социальных стандартов, а витрачение на нашу национальную безопасность. И, если вы знаете, на сегодняшний день близко 10 миллиардов гривен мы снова отдали нашим військовым. Полиции, национальной гвардии, прикордонникам и всеми іншим. Вы продолжаете не слушать мои вопросы. Я продолжаю просто казать. Я вам просто хочу запевнити, что кошти за выполнение бюджета 2016-го року есть и предназначены податковой системой. С компенсациями все будет хорошо. Все будет нормально. Наверняка другая точка зрения представителей Батьківщины. Ведь сегодня Юлия Тимошенко, спасибо, вы уже сказали. Вы не ответили на мой вопрос, но решили ответить все, что хотите. Все мы обсудим еще. Наверняка другого мнения представитель Батьківщины Алексей Рябчин. Ведь сегодня Юлия Тимошенко потребовала рассмотреть законопроект, я процитирую, чтобы ничего не перепутать, о запрете конфискации жилья за долги по жилищно-коммунальным услугам. Это вы дуете пока еще на воду или действительно таких примеров по Украине уже много? Мы занимаемся реально децентрализацией, а не той децентрализацией, которые делают они. Это действительно уже факты, которые есть. И это очень страшные факты, когда при переходе от одной системы тарифа образования на другую, которая есть сейчас, было совершено ряд ошибок. Не сделаны счетчики, не сделаны энергосбережения. Рынка газа как такового нет, а рыночная цена есть. В развитых странах, если есть рынок газа, то цена пересматривается раз в месяц. Она уже снизилась, а у нас не пересматривается. И вопрос, а кто эти там 15-10 процентов получает себе на карман может? Именно поэтому мы защищаем реально людей, потому что уже есть случаи, когда этот неинформированный суд забирает квартиры. Насколько массовым может быть вот такое вот негативное решение вопроса для украинцев? Это страшные вещи, и они уже действительно Будут ли массово отбирать квартиры за неуплату по ШКХ? У меня есть. У меня есть. Слушайте, вы даете люди за правду. Немного закона, по которому можно сегодня забрать квартиры. Если вы будете в конце... Закона нету, а квартиры забирают. Будь ласка. Да. Юрий. Что касается субсидий, я думаю, что уряд будет шукать все возможности. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, в том, чтобы были субсидии, и чтобы они выплачивали зацикавленные олигархи разум с урядом, которые просто отмывают эти деньги. Вместо того, чтобы они поступали в реальный сектор экономики, и были у нас сегодня... Чтобы у нас были не административные тарифы, а действительно рынковые. Мы должны запускать рынок газа, рынок электроэнергии. Мы это не запускаемо, но создаем базу для субсидий и перекачиваем одним рахунком с бюджетом и так далее. Поэтому, когда будет говорить о бюджет субсидий, уряд найдет, чтобы сам себе або своим олигархам корманам оплатить эту сумму. Инше питание, что у него тогда не хватит, потому что это корупция, это корупционные субсидии, им не хватит денег на реальные социальные стандарты, чтобы люди могли купить леки, чтобы люди могли отправлять детей до школы, чтобы люди могли нормально харчовать, потому что они это субсидий. Мало того, Гройсман договорился, что уже давайте леки будем субсидовать. Тобто, края субсидий взагалі будет. Все, ось вам покупец, и я вам все просубсидую. Я скажу, пожалуйста, чому не выстаршить? Потому что, если даже этот миллиард Международного валютного фонда дадут на социальные выплаты и потреби, то инший миллиард дадут олигархам, чтобы были голоси за принятие бюджета. И, знаете, мы сейчас мажем говорить, что вообще этот парламент доживе до Нового Року после таких голосов, ганебных, которые были вчера. Мы должны не бояться и распускать этот парламент и идти на перевиборы. Так, Олежо, расскажи нам, что может вкоротить век у этого парламента? Что может вкоротить век у этого парламента? По-перше, подняте тарифов. И мы уже бачили влитку біля Верховной Ради десятки тысяч украинцев. А сейчас может на улице выйти сотни тысяч. И тогда будет перезагрузка как украинской влады, так и украинского парламента. Татьяна Острикова, Никогда в жизни не думал, что поддержу свободу. Но в этом парламенте больше 50% неадекватных людей. И вот точно надо переизбирать. Татьяна Острикова, как вы думаете, кризис неплатежей, которым... Я попрошу молчать. Татьяна Острикова, как вы считаете, кризис неплатежей, которым пугают украинцев, он выведет людей на улице? Перш за все, я тут погоджую с Юрием, что действительно на субсидии чинный уряд гроши найдет, потому что субсидии это действительно протяг, который 50 млрд грн вимивает с бюджета, по колу, закрывает дирку нафтогаза другим чином. Инша речь что отримывающие субсидии досы не верификованы. Когда премьер-министр Украины спольно с министром финансов Украины представляли в парламенте проект государственного бюджета, я им задала питание, какой эффект от верификации отримывающих субсидий врахований в государственном проекте бюджета на 2017 рік. То есть, вычищены мертвые души отримывающих субсидий из пенсионного фонда, все, кто на представных осіб, на померлих, на фиктивные паспорты отримывают миллиарды гривен. Чи вычищены они? Відповедь ноль. В тот же час хотела бы сказать, что Возможно, эта работа просто невыгодно кому-то заниматься? Даже невозможно, скорее всего. Работа тревает, была такая ответ. В тот же час следует отметить, что не совсем правильно с экономической точки зору говорить, что миллиард гривен отриманных от МВФ должен был пойти и дойти до населенения. Потому что и министр финансов заявляв, что это гроши, которые пішли на золотовалютные резервы и, соответственно, на стабилизацию курсу гривен. Это не гроши, которые должны были пойти на проедание. Щодо проекта бюджета, так же хочу сказать, что мы послушали декольких министров на фракции, зокрема, послушали министра освіти и министра охороны здоровья. И вот министр виконующий обовязки. И вот вона зазначила про те, что в них есть конкретное бачение реформы и запроведжения страховой медицины. Не просто конкретное бачение, есть конкретные действия, как они планируют это проведать. Поэтому наша фракция будет до этого бюджета ставить вимогу на министерства, которые надают план структурных реформ на 2017 рік. Мы просим им сближить на 20% конкретно для МОЗа бюджет на проведение реформы и запроведжения страховой медицины. Если действительно министерство имеет план бачения конкретных действий на структурные реформы, вот таким мы сближиваем. Если это просто, а давайте. Кирилл, вы будете активизировать за обоисковое медицинское стартование. Еще раз. Борислав, вы мешаете. Хочу напомнить, я уже об этом говорил. С правовой точки зрения все эти субсидии это замкнутый круг, такая вакханалия. Субсидии же получают не граждане, а субсидии идут на счета Облэнерго. А за этими Облэнерго стоят собственники, которые находятся БВА, Кипр и так далее, и так далее. Получается, что мы с вами и эти ребята из государственного бюджета платим офшорным компаниям. Ура! Я вам тайну открою. А вы знаете, что в Европе киловатт, это тайна, которая держит у нас под семью замками. Киловатт электроэнергии во всех странах, которые рядом с нами, стоит овлечем в Украине. Вы знаете об этом? А вы знаете, почему у нас дороже стоит? Потому что у нас есть ряд хороших людей, которым надо поставлять уголь из ДНР, ЛНР, которым надо покупать дорогое топливо и все остальное. Мы же их на улице. Никто из присутствующих наверное в этом не признается. Прошу вне фракционного. Брислав Берез, за вами никакая полицила не стоит. А что вам известно? Готовят людей к улице или нет? Да, есть такая информация. Действительно готовят. Действительно скорее всего, что люди выйдут. Но люди выйдут не за деньги, люди выйдут по той причине, что они испуганы. Посмотрите вокруг. Ну посмотрите. Вот вы сейчас все друг думаете. Мы все, не вы, мы все ругаемся, каждая своя правота. Кто-то пытается с кем-то объединиться. Вспомните самый главный вопрос. Ради чего пацаны выходили на Майдан? Но они же наверное не ради этого выходили. Не ради этого они наверное жизнь свою отдавали, чтобы кто-то богател из олигархов. Наверное не ради этого, чтобы судью не могли отправить. Наверное не ради того, чтобы бабушка не могла купить себе окрачок. Наверное не ради всего этого выходили люди на Майдан. Помните вас записано было в самом начале в соглашении вашем. Вы же обещали бандитам тюрьмы. Вы же обещали все ваши коллекционные соглашения. Я готов был отдавать за это свой голос. Только все эти законы почему-то ушли в никуда. Они умерли, они утихли. И судей в последний момент только всовывают. Поймите, люди выйдут защищать себя. Они выходили уже два раза защищать. И второй раз и политические силы выводили их на Майдан. Я сам приехал на Майдан, потому что в тот момент нельзя было жить по-другому. Так вот я хочу сказать, что либо вы сейчас, мы сейчас объединимся, либо люди действительно выйдут, потому что мы не способны обеспечить их будущее. И все, других вариантов нет. Посмотрите, как проголосовали наши телезрители на сайте подробностей. Вопрос был четким и конкретным. Будете ли вы участвовать в протестах этой осенью? Ну если они будут, конечно же. Я попрошу мне не мешать, Борислав. 58% сказали да, 42% пока ну или не определились и не выйдут. Просто феноменальность. Ну то есть в принципе цифры уже настораживаются. 8-10 это уже революция. Борислав, вы вамянули о бабушке, которая не может себе купить окорочок. Я хочу продолжить страшными цифрами этой недели. Украинцы стали, господа присутствующие, послушайте, это очень печальная информация, в первую очередь для политиков. Украинцы стали меньше есть. Буквально. В буквальном смысле. Украинская ассоциация поставщиков торговых сетей сообщила, что на 14% сократилось потребление мяса, рыбы на 8%, на 16% меньше чая, кофе на 9%, сахар на 18%, а в основном питаются макаронами, картофелем, хлебом и крупами. Зато справедливый бюджет. Эту часть мы назвали «Подайте голоса». Я вам хочу сказать, что зрителям по большому счету все равно, где вы находите эти голоса. Лишь бы вы голосовали за те законопроекты, которые не заставляли бы их выходить по меру с протянутой рукой. Вспоминайте хотя бы иногда об этом. Иначе ваши кресла могут пройти испытания на прочность. Это было «Черное зеркало». Спасибо, что были с нами. 20 октября. АПЛОДИСМЕНТЫ